Гончар выбирает оптимально удобную для него технику, как у него руки лежат. Нечасто выставки собирают такое количество юных гостей. Учащиеся художественной школы номер один с неподдельным интересом наблюдали за каждым движением мастера. Ведь ни одна школа такому не научит. Автор международного проекта «Байкал-керамика» Сергей Пуртян на глазах публики изготовил глиняную посуду, показал, как правильно работать с материалом. Глины можно разделить условно на два класса. Это беложгущаяся глина, это глина, которая после обжига приобретает белый цвет, и красножгущаяся глина, это которая после обжига приобретает красный цвет. Причем красный цвет, он вот в доке темно-кирпичного такого, темно-коричневого цвета. И вот в этом диапазоне существуют разные оттенки глин. Уже третий год на Ольхоне проходит симпозиум «Байкал-керамика». Туда съезжаются профессиональные скульпторы со многих стран мира. Каждому из участников выдается 20 килограмм глины, а дальше поле для фантазии безгранично. По одной фигуре участники отдают фонд проекта. Эта выставка уже вторая, но работы все новые. Проходит наш симпозиум на острове Ольхоне. Мы там ставим шатры, мы организуем базу, привозим туда печи, привозим туда глину, глазурь. То есть абсолютно полностью собираем мастерскую с нуля. И приезжают наши художники и начинают работать. Экспонаты, выставленные сегодня в музее часов – это работы фонда, собранные за три года. Люди и животные, символы, украшенные глазурью. Все творения пропитаны особой атмосферой Байкала. Чтобы создать такую красоту, делятся авторы. Им даже пришлось просить разрешения у местных духов. Только после этого стихия на острове успокоилась. Яна Попова, Михаил Тырышкин. Местное время. Продолжение следует...